Школьная ярмарка работает у молодежного центра «Горизонт». Мы задались вопросом, сколько стоит подготовить ребенка к урокам. Раздобыли список учебных принадлежностей для третьеклассника. И сейчас пройдемся вдоль торговых рядов, приценимся. У нас гораздо дешевле, чем на оптовых базах. Как так получается? Ну, получается, мы старались заказать заранее, до подъема цен. Потом у нас очень большие скидки. То есть мы пользуемся этим, стараемся вообще ставить минимальный процент, чтобы люди к нам шли. Есть постоянные покупатели. Уже многие покупатели повырастали, приходят и своим детям покупают. То есть это традиция приходить на ярмарку. У нас Киргизия, Польша, Турция, Москва преобладает. Новинок очень много получается. Раньше, если просто пришивными, сейчас вот воротнички. Фартуки тоже и сетка, и простые. И ценовой сегмент меньше стал. Сейчас, допустим, фартуки можно купить 300-500 рублей, 800 нарядные, красивые. Также формы, ну вот в зависимости, если младшеклассники, 1200. Вот старшие классы, минимальная цена 1300 и выше. Чтобы все самое красивое не раскупили. Пришли сюда, потому что ходили уже по магазинам, мне нравится. Тут красивее. Ну и на ярмарках больше выбора, красивее. Есть рюкзачки как российского производства, так и китайского. Для начальной школы ортопедические. У них жесткая спиночка специально для малышей, чтобы осаночка была хорошая. Все. Вообще рюкзачки от 500 рублей и до, у меня до 300. Сейчас девочки вот берут вот такие сумочки, шоперы их называют. Они их берут для сменной обуви, либо для уроков физкультуры сменную одежду носить. Мы выяснили, что на канцелярские принадлежности родителям третьекласснице придется выложить примерно 2000 рублей. Еще три уйдет на школьную форму, а хороший рюкзак опойдется в 1500 рублей. Но, как и везде, товары есть дешевле и дороже на любой вкус и кошелек. Поэтому приходите, выбирайте. Ярмарка у «Горизонта» будет работать до 4 сентября. Анна Клыга, Николай Ларченко, Телемикс.